Всех приветствую на WorldSuite Online, уже больше трех лет, в пятницу, в 20.00 мы собираемся в этой веб-комнате и рассматриваемся на эффективном рынке с точки зрения объемного анализа. Для этого нам помогает платформа Wallfix, Wallfix.net, которая очень качественно структурирует объемную составляющую. И по традиции мы начнем с новостей. Так, на следующей неделе, в понедельник, продажи на первичном рынке жилья по Штатам. Фомку уже пережили, это было в среду. Я думаю, вы видели эти очень волатильные движения рынка. Индекс деловой активности во вторник по Китаю, Евросектору, Германии, Британии и еще и базовый индекс потребительских цен по Штатам. В среду индекс делового климата Германия, где-то в районе 12.00, ожидается лучше, по прогнозам аналитиков. И в четверг розничные продажи по Британии. Ну, собственно, ничего сверхъестественного не ожидается. Может быть, какие-то драга, либо же будут выступать с какой-то речью, либо заседания какие-то будут. Но по экономическим календарям ничего серьезного не ожидается. По Штатам еще Jobless Claims в четверг и в пятницу GDP. ВВП квартальный, правда, но по ожиданиям аналитиков ждут на 0,2% выше, чем предыдущий показатель. Не знаю, откуда они взялись, но ждут. Вот. Собственно, три дня с понедельника по среду будет спокойно по триггерам новостным. А вот четыре-пятницы, я думаю, что какие-то движения все-таки будут. Итак, 23 марта важное событие на финансовом рынке. Это начало кафедры стратегический трейдинг на базе биомового анализа для российского рынка. Только российский рынок будет рассматриваться на этих занятиях. Ну, собственно, подготовка трейдеров к торгам и стажировка на базе платформы Wolfix. Так что, буквально за выходные вы еще можете принять решение. Теперь наши чемпионы, таланты, лидеры, одаренные хорошим чутьем. В общем, публичный рейтинг трейдеров. Ну, как видите, за неделю достаточно так круто отличился Двин. Вы сами видите, какие шикарные сделочки. Ну, просто вот аплодисменты. Очень классно все прошло. Единственное, я думаю, было лишним уже шортить. Прям вот на вечерке у РТС на выходные оставлять позицию. Ну, стопы есть, профиты тоже. Хотя это 50% объема, но неплохо. Квазар. Чисто взял продажку аккуратно. И покупку тоже очень круто. И респект. Все тактично, четко, без каких лишних движений. Вот бы всем так торговать. Макс. Вот здесь вот у нас на трейдер покупочек достаточно много. Гулов. АВ. Тоже были хорошенькие такие покупки. И пробовал продавать. Ну, вот запутался, видно, сегодня чуть-чуть. На 84.800. Маркуша. Иногда вот у него есть сделки, которые, ну, не надо было закрывать. Вот, к примеру, вот попадаются такие вот здесь. Вот покупка была хорошая. Все нормально прошло, удачно. И надо было закрыть ее и снова потом открывать. Вот. То есть, какая-то неуверенность присутствует. Думаю, если этого избежать, то он будет, в принципе, неплохой вправляющий. Ну, и так он часто лидер, либо же в плюсовых позициях закрывает контракт. Так, здесь мы не упоминаем. Фин. Стажируется на профкурсе. Очень перспективно. Очень. Здесь все так аккуратненько, без каких... Таких серьезных нарушений, в принципе, неплохо. Покупку, правда, закрыл рановато. Ну, так, в принципе, пойдет. Так. Напоминаю, что тем, кто закроет по российскому рынку контракт в плюс от компании Wolfix бонус первое место, три месяца плюс доступ к платформе, ну, второе место два и третий один. Это все легко проверить. Выбирайте Exchange RTS Force. И... Ну, возьмем даже не 16, а 13 число. И нажимаем Apply. Вот рейтинг по бирже. То есть, это не по инструменту, а по всем тикерам российской биржи. Кто у нас лидирует? Двин. 121 процек. Одна сделка. Надо будет узнать, по какому инструменту. А нет. Сори, Андрей. Уже его опередил буквально на 1%. Второй двин, третий макс. 13 сделок, 10 плюсовые. Вот они, видите, сражаются. Неплохая серийность. Потом два неизвестных трейдера. Да, кстати, напоминаю, трейдеры, у которых нет ника, нет аватарки, они не принимают участие в таком, как бы, конкурсе небольшом. Вот. И... Zest Capital, один из участников трейдерейтинг, предложил в управление кэш тем, кто неплохо показывает результаты. Так что, вы можете ему писать. Либо напишите на нашу почту. Вот. Вас сяжут с ним. Вот так вот. И еще CME. Биржа. То есть, это евровалюты, то есть, валютные фьючерсы и индексы S&P 500. В общем, все инструменты, которые на ЦМH, как на Меркетинге ищенче, торгуются. Канета у нас на первом месте с очень большим отрывом. Ну, сзади его догоняет уже Девиль. Тут буквально разница небольшая. Так что, интересно будет следить. Ну, они вдвоем ушли так хорошенько. Вода на третьем месте наконец-то появился. Тоже неплохо. Север. Тоже несколько сделок. Скорее всего, вот эта первая пятерка вышла так на фонке. Отлично видно. Зашли, продержали позиции. И вот они уже лидеры. Киан, Макс, Клазар и Инвестмент. Вот первая десяточка. Давайте посмотрим сделки паблик по S&P. Очень интересно. Как раз вот посмотрите, как кто пережил фонку. Кто забыл про то, что она есть. И как она вызывает волатильность на рынке. Вот, собственно, вода первое место. Шорти он против поезда. Он вышел. И снова открывал покупку. Видно, погорячился насчет продажи. Стоят вот стопы. Второе место у нас Квазар. Практически те же самые движения. Север. Только закупка и закрыл. Или нет? А, он половину закрыл. Вот, 40 контрактов закрыто. 80 было на старте. И без убытки. Отлично, четко так держается. И вата. Четкий шорт. И тут непонятно, зачем было покупать. Прямо на Максу. Океан 5. Отлично. Клин. Посмотрим. Хорошо. Так. Шортил эти. У него все были предпосылки зашортить. Sky One. И Макс. И Вита. Так. Фьючерс Евро. И начнем рассматривать. Так. Те, кто записался на кафедру по российскому рынку, напишите на почту. Вам ответят, во сколько собраться в понедельник. Так. По еврику. Вот такой вот был финт. На фьючерсе. Девиль взял практически вот основную часть. Ну, 30% всего движения волатильности. Рановатенько закрыл. Видно, стоял лимит по закрытию. И его и настигли. Так. Этого трейдера мы не знаем. Пилот. Какие-то короткие сделки. И Комета. Хорошо зашел. По делу. Но с выходом. Траблеры, видно тут очень. Надо было дальше держать. Восточная принцесса. Скромненько что-то. Скромненько. BMW 0.60. Так. Ну, в общем, видите, результаты по еврику не особо. И давайте рубль еще захватим. Там тоже сражение было не на шуку. Ну, тут, естественно, двин. Чемпион по рублю. Сейчас первое место по российской бирже. И он шортит. Шортит. Маркуша за ним. Ну, Маркуша здесь, конечно, старается прям вот каждое движение взять. Мы здесь заширотил и держи. Нет. Это же нужно... Мистер Икс. Ну, и все остальное без... ТРС. Полярный медведь. Ну, как там у нас? Покупку поле сбрать. Так, ух, тут много сделок. Ладно. Все, переходим на обзор. Таких... Сверх... Классных сделать... Не так много получилось, но фонка была такой жестокой. Так, ну, начнем со СНП, как обычно. Андрей спрашивает. Здесь идет обсуждение торгов. Ну, нет. Мы рассматриваем основные фьючерсы с точки зрения объемного анализа. И убираем уровни, просчет сценариев, возможных на следующую неделю. Новости и рейтинг трейдеров, которые открывают позиции, либо же подключили свои реальные счета и транслируют публично свои сделки в свой трейдерс рейтинг. Ну, трейдерс рейтинг, он, в принципе, не для того, чтобы определить, кто круче, а для того, чтобы, ну, можно было рассмотреть сделки прямо на графике, и там есть чат, там можно общаться. Вот, поэтому инвесторы могут спокойно определить, то есть, так как рейтинг абсолютно открытый, определить управляющего себе, связаться с ним и предложить какие-то услуги, либо же, там, управление, либо анализ рынка. Вот, то есть, абсолютно прозрачный рейтинг, можно любые сделки посмотреть. И те, кто только стажируется на курсах, они тоже открывают позиции, практикуются, то есть, во-первых, это дисциплинирует, так как позиции видно все, и удобно очень потом просматривать, корректировку делать торговлю трейдера. Так, S&PF. Здесь клика двух контрактов, потому что новый контракт только начался, буквально вот-вот-вот. Сегодня черная пятница, экспирация официально идет, уже закрытие мартовского, и вот мы под экспирацию на 21.02, уже 21.03 без половины. Здесь приоритетность, конечно, дается вот этому массиву, на шорт, который формировался в конце февраля, и все внимание на то, как S&PF обойдется с этим диапазоном. Потому что здесь порядка двух недель стоял маркет, и, скорее всего, сбрасывали покупки, которые были сформированы в начале, либо же под конец января сброс покупок. То есть тут в любом случае было большое количество продаж. И это как уровень сопротивления номер один на ближайшее время, в неделе две, наверное. То есть если будут идти на 21.30, то им в любом случае нужно несколько дней отстояться в районе 20.90, 21.05, 21.10. То есть немного, 3-4 дня флета должно быть, потому что вот сколько уже, с 13-го числа идут наверх, буквально вот корректировка была перед фломкой. и сразу дальше идти, это должно быть хорошей и весомой причиной. Пока еще не повысили процентные ставки. Может быть рост, но те, кто стоит в покупке позиционно на S&P, с начала контракта, вот этот уровень номер один проблема. То есть могут не пробить и развернуться на шорт. Ну, посмотрим. Пока идут на север, очень уверены. Единственное, что мы не видим таких сверхликвидных сессий. То есть, если посмотреть загрузку тут, больше 2 миллионов ушли сессии по 3-4 подряд. Здесь по 2,5 миллиона контрактов оборот. В новом контракте максимально мы увидели 1.698.000, и то это пришлось на фломку на среду. То есть в основном сессии идут 1.000.000, 1.200.000. Вот сегодня 12 часов уже по Чикаго и 800 тонн. Ну, миллион набежит, но маловато, как-то не очень активно они стараются толкать выше. Видите, ликвидность немножко снизилась. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, по дельте эта неделя у нас... Где у нас тут S&P? Посмотрим, какая активность была по дисбалансу тотал за сессии в университетском контракте. Так, с понедельника на 44.000 контрактов было больше агрессоров на бай. Под фломку на 40 тонн. Четверг, ну, здесь немножко флейтус был. Минус 32. И сегодня уже плюс 17. Так, может быть сценарий, что здесь уже начали шортить. Но вот эта дельта на шорт, фитверг, вполне большую часть взяли на себя фиксации покупок. То есть те, кто работают в интродей, работают быстро, не удерживают долго позиции. В любом случае, после такого движения на 50 баксов в шортили, вернее, не шортили, а закрывали покупки, а это шорты. Поэтому дельта здесь в основном сформирована вот этими фиксациями. На следующий день снова вернулась дельта на бай. То есть, в принципе, дальше толкает котировочку. И вот мы у максимума уже после ланча все равно находимся. Спросы есть, похоже, что будем следить, как удержат, вот мы видим, включились 20.84 по 20.87. Видите, дельта достаточно, вернее, не дельта, а ликвидность, вот почему-то в начале контракта слабенько идет. Возможно, участники не особо верят в рост. И будем следить, потому что вот массив, который уже на подходе, на сопротивление, он может все и поставить точки на дым. Вот эти две локации по общему, тотал, по ценам пришлись на стороне бая. Поэтому 84.87, 91.94, следите на предмет поддержки повторной. Так, возьмем сейчас 9-го числа. Открытый интерес. Вот начали заходить. И 2 миллиона 600. Маловато, видите, здесь было по 2 миллиона 800, еще 200 тысяч где-то не зашло. Вот, то есть не аномальный сейчас уровень крытых позиций, скорее всего, не верят еще пока. То есть рост идет не на сильном ажиотаже. Перешли, как бы, ну, в рабочий режим уже вошли, но без ажиотажа. А толкнуть цену еще выше максимума. Здесь нужны общие усилия. То есть ажиотаж должен быть. Так, и возьмем сейчас уровни за неделю. Вот кто S&P торгует. Обратите внимание, как ведут себя сейчас банды десятилетние. И это вызывает много вопросов, почему так сейчас происходит. 79-е и четверг. Значит, ядро недели сформировали понедельник, вторник и среда. В ожидании фонки. И я предупреждал, что будет либо безжалостная волатильность, ну, флэйтовая такая. То есть двигаются не сильно, но часто меняют направление. Это как раз пришлось на вторник. Плотные сессии были по штатам. Видите, в понедельник буквально вот. Загрузили чуть-чуть и сразу скинули. Вторник с этих уровней вроде как бы показал шорты, но потом развернулся. То есть, ну, это ожидалось. И максимально ужасный рынок перед фонкой. Тут плотный боковик был ликвидный. И потом не жалели никого. Фиксация пришлась на 92-ю. Плюс-минус. Здесь интродейщики выпрыгивали. 89,5-92,5. Вот. Поэтому уровень очень объемный, но его... Лишь как индикаторный можно использовать. Так. Ну и четверг. Подгрузились еще, судя по всему, на покупку. Возьмем в качестве ориентированной поддержки от 79 по 86. И сегодня уже выше среды загрузили объемчики и толкают на север. То есть, осознанно открывали позиции достаточно на большом расстоянии у четверга, но фактически выше объемной точки в неделю. То есть, и, как видите, ни одной корректировки еще не было в пятницу. Хотя впереди выходные. Американцы не очень любят заходить жестко на выходные. Поэтому, похоже, что спрос есть, и мы можем увидеть продолжение восходящей динамики. Проверка, ну, вот 79,86, 79,89, вот эти 10 баксов, если будут сильно защищать на большой ликвидности, то вполне может продлиться восходящая динамика. Как только пойдет аномал по объему за сессию, может быть реверс, то есть разворот. Пока такой ликвидности нет. Вот единственная суперобъемная 15-минутка была 197 тысяч контрактов. За 15 минут, вот, относительно этих уровней ориентируемся. Ну и ядро 58, по 69, по S&P. Так, теперь просмотрим FESX. Вот такие маневры. Видите, прям по линейку просто толкают на север котировку. Процентные ставки в евросекторе до сих пор низкие. Вот новый, здесь клейка двух контрактов, поэтому массив, вот этот, 61 по 77. Такой, все внимание на этот объект. Три сессии грузили перед фонкой. И вот такой вот сброс, они делали вот это частенько, как видите. Сброс перед покупками байеров, стопы всем подрывали. Поэтому сценарий на следующей неделе, если понедельник, вторник, достаточно уверенно себя будут вести на пробитие вот этого массива, скорее всего, мы увидели повторный вот такой вот сброс стопов перед проложением роста. Ну, вот здесь буквально 37.06, такая чисто спекулятивная локация на сопротивление. Ну, и все внимание на вот этот массив. 36.61, 36.77. Это на FESX кто торгует. Потом DAX. Здесь мы видим, уже, если сравнить со FESX, то они вот как раз уже прошли ту локацию, которую нужно было пробить на FESX. И идут к максимуму недели. Поддержка, которая сформировалась вот буквально на переходе контрактов, и не пробили даже ее. То есть, похоже, что спрос просто невероятный. Такие модели мы уже видели на сброс на прошлом контракте. Вот тут немножко быстрее, но тоже сбрасывали здесь. И фактически они уже торгуются выше. Причем, вот эта сессия закрылась, и сразу с открытия идут на север. Поэтому 11.898, 11.894 массив на поддержку. Также, видите, ликвидность не особо. Не все еще понимают, что происходит. Экспирация только вот закончилась. И разбор полетов, я думаю, на следующей неделе мы уже точно зафиксируем. Ну, здесь, получается, нужно пробить вот этот уровень. 4 тысячи здесь прошло, да. 12.166. Дальше уже сопротивления нет. Повторю, 11.898, 11.994, номер 1. Локация, которая, если ее не пробивают на следующей неделе, то есть будет активная поддержка, можем пойти на пробитие максимума. РТС. Тоже склейка. Мы потом рассмотрим еще отдельно новый контракт. Так, ну, возьмем сразу же ближайший уровень сопротивления. Такой хорошо проторговали. 90.191.900, вы видите, перед снижением. Поэтому тут плита... Ну, нельзя сказать, что она прям уж-уж-уж плита, потому что эти сессии все были на такой спокойной, нормальной ликвидности. Тут отличилось только 12.02. Пробивали максимум и шли наверх. И ликвидность, вот, видите, здесь порядка 500-600 контрактов по сравнению с активностью, которая была в прошлом контракте. Это не гипераномальные торги сейчас. То есть объем торгов такой, рабочий режим просто, без каких-либо аномальных вливаний. Поэтому 84.300 для продолжения роста это плохо. То есть толкать котировку выше и наличие хорошего спроса была бы повышена ликвидность. Возможно, она появится на следующей неделе, уже после официальной экспирации. И мы увидим приплыв кэша, но пока его нет. Вот уровень 84.300. 86.200, проблемный уровень сопротивления. Мы вроде как закрыли на максимум недели котировочку по индексу. Будем смотреть, как справиться. Ну, также нефть. В принципе, тут до рубль. Еще помощь. 80.500, 82.100. Здесь уже мы видели такой прессинг, аномальный объем. Вот как раз на эту сессию пришелся этот ликвидность. Еще раз тут прошли какие-то объемные торги. Давайте чуть фильтр поставлю поменьше. Вот это сессия. И вот здесь еще такая сессия. Ну, до второй даже не дошли, но вот этот уровень мониторить нужно было. Реверс повторник и мы на максимум недели. Вроде как позитивно, но сейчас посмотрим нефть. И все будет зависеть от того, как поведет себя котировочка нефтянки. Так, теперь без мартовского. Вот эти уровни, которые отмечаются сегодня, это основные уровни для, можно сказать, первой половины контракта. То есть до апреля. Потому что это размещение как раз вот в чистом виде. Здесь размещаются все переходы с мартовского на июньский. Поэтому все эти локации, они вот в чистом виде размещения новых позиций. Так, новый контракт. 79.500, 81.300. Две сессии упаковали пока вот на рост. Посмотрим, как в следующей неделе будет пробивать 86.587. И 5 сессий подряд рост. Видите, ни один минимум сессий не был задет. Все выше и выше. Постепенно, но выше. И почему-то вот 3 сессии упаковались. Ну, скорее всего, это все в рамках ожидания фонки, как пройдет. И мы закрываем пятницу на максимуме. Это позитив, этот спрос. То есть, закрыть неделю на максимуме, причем торгуется даже вечерка там. Это, ну, еще хороший признак. Второй массив, который сформировали, это за 3 сессии. Тут активность меньше была, но дольше стояли. Это 82.100, 83.600. Вот этот массив. То есть, это размещение и это размещение. Поэтому, устоит ли котировка хотя бы на этом уровне, это будет один хороший подтверждающий триггер, что спрос есть и большие шансы на пробитие 87.000 и поход к вот этому проблемному уровню. 90.100, 91.900. Дальше сотка и выше и выше. Пробитие первого уровня еще не Армагеддон. Еще есть поддержка 79.581. Здесь как раз объемненько, плотненько зашли. Первые сессии контракта размещались по-настоящему. Поэтому вторая надежда на этот уровень. Пробитие 79.581 открывает движение на юг и покупать уже потом будет проблематично. Поэтому, можете эти уровни поставить алерты. По форме в офисе это очень легко сделать. Вы просто линию выбираете алерт и ставите на нужные цены сколько угодно алертов. И вам программа сообщит, когда достигли уже этих точек. Давайте посмотрим на дельте, что же там начали дили. Первые вот сессии. Ну, по Total вы уже видите, что здесь лидируют байеры. 21 тысяча в среду. Сегодня практически столько же, буквально там чуть-чуть. 18 тысяч в пятницу. Ну, фиксация покупок, быстрой покупки в среду вызвала вот такую вот дельту на минус 12. Сессию уже фактически пробили, которая была на дельте отрицательной. Поэтому, вот самые такие вот видите, аномальные дельты, вот 5800, 6800 и 6. Пришлись на вот эти цены. Их можете взять в качестве ориентирной, индикаторной цены. То есть, крупненькие участники загрузились в этом диапазоне, в этом новом контракте. Поэтому, поддержка должна быть на этом уровне, если хотят все-таки положение роста. Так, посмотрим открытый интерес. Ну, я уже говорил, что не такой уж активный. Давайте посмотрим, если сравнить с прошлым контрактом, какие были уровни активности. Сейчас посмотрите. Видите, на каком уровне был прошлый контракт. Вот, весь инвай поддерживали хорошо, 75-ю, 76-ю. Перед экспирацией выходили, и всего лишь вот на таком уровне сейчас находится индекс РТС. По сути, это выжидательная позиция многих участников. Крупняк, сверх крупняк, который может хорошенько толкнуть цену, похоже, не заходит еще. То есть, ну и большинство в ожидании каких-то хороших триггеров. Поэтому, возможно, еще будет такая полуфлайтовая неделя, либо две, пока не появится большое количество участников и не начнут открывать позиции. То есть, топливо у рынка так себе, сказать, в среднее, даже может ниже. Потому что, вот, в начале прошлого контракта заходили, уже было по 800-700 открытых позиций, вот, 800-54, а в новом контракте, вот, самое топовое, это пятница, 584 тысяч контрактов. Не знаю, чем-то вызвано, но, вот так вот. И на текущей неделе, сейчас отберем уровни, обратите внимание, как всю американскую сессию объемненько размещались, видите, вот, весь этот диапазон, почему-то как-то нормально забрасывали объемненькость. Возьмем его в качестве возможного уровня поддержки, потому что закрыли ближе к максимуму недели. Так, я уже говорил, что пять сессий в этой неделе, они все были под давлением покупателя, рынок контролировал именно он, то есть, ни одна сессия не ушла ниже минимума предыдущих. Вот, и тут настораживает вот этот вот пик, который пришелся на ночь. И сейчас, как раз, вечерка снова на этом уровне и болтается. 83-950, 84-920. Ждали Америку, видно, хотели сравнить, либо получить подтверждение на какие-то триггеры. И, судя по всему, получили. Поэтому, если этот уровень будет активно удерживать и не пускать ниже в понедельник, то, возможно, мы увидим продолжение роста. По индексу ОРТС надо пробить еще вот 85-370, 85-810. Хорошая ситуация была в среду. Здесь набрали объем. И в четверг и плюс пятницу не пустили ниже котировки. Вот здесь активно поддерживали два раза туры. Поэтому, возьмем, как поддержку, которую уже проверили. Причем, хорошо проверили. Вот, 81-990, 82-710. Сессия, вечерка, еще два раза поддерживали сегодня. Так, ну, вот вы видите самые такие объемные, 15-минутные объемы. 39 тонн, 31 и 30. Это все пришлось на среду, вернее, четверг. Одна, на снимутку была в среду, 39 тонн. Ну, и ядро понедельник плюс вторник, естественно, берем как уже последний такой барьер, последний уровень поддержки. Кто был на вебинаре по российскому рынку на открытом вебинаре, Вот эту точку мы рассматривали с точки зрения дельты, объемов. Там красиво зашли крупные рыбешки. Вот поддержка еще одна. Поэтому, это уже последний кордон. Пробитие вот этого диапазона для текущего контракта уже ниже зоны селлеров. То есть, если они смогли развернуть даже ниже этого размещение в этих двух сессий, то покупать уже будет проблематично. Рубль. Проспорт, я помню. Запись вебинара сегодня, либо завтра получат все, кто подписан на ссылку. Волфикс. И вместе с этим обзором будет два видео в рассылке. Запись деда уже выложили вроде в сообществе с Wall Street Online. Точно выложили. Так, 70-72, тут понятная. Склейка двух контрактов и такой уже достаточно плотный диапазон. Еще с прошлого контракта остался в 60 по 64. Его и сейчас вот проторговывают. Не пускают ниже, но выделим 87-100. И последний вот заход был по 69-500 по 60. Вот это последний уже уровень поддержки. Но даже если пробьем 60-800, уже будет хороший знак на возвращение к 35-й, к 30-й. Так. Как раз вот по рублю тоже чуть-чуть слабее идет уровень ликвидности, чем был последний месяц в мартовском контракте. Ну, в общем, рабочий. Так. 66-350. Здесь две недели формировали хорошего то массив, вы видите сами, тут топовая ликвидность за весь контракт по 4-600 было. Вот три сессии и потом еще по 2 миллиона с половиной в вторая неделя. Поэтому массив очень приоритетный для рубля. Здесь два раза. Поэтому это наш уровень сопротивления. Потом заметим, что сбрасывали из топори вот какое число это 24-е 0-е 2-е видите вот скинули селлеров. Вот загрузка была и сбросили. И потом не пускали выше этого диапазона. Единственное, что в новом контракте вот там на 2,5 миллиона оборот был загрузились и ушли вниз. Поэтому мы возьмем этот уровень для мониторинга 63-500 по 64-150 уровень сопротивления в текущем контракте даже возьмем вторую сессию здесь неплохо грузили плотненько. Уровень сопротивления 63-300 64-150 то есть если рубль не пустят выше данного диапазона значит к югу к югу нефть конечно будем смотреть посмотрим там есть проблемы с лайт более-менее спокойно ну сейчас будем рассматривать вот этот массив я уже озвучил и вот последний уже такой сбор стопиков 60 по 59 500 700 и 60 это уже последний уровень поддержки можно сказать приоритетный потому что здесь было достаточно три сессии даже четыре они все с хорошим объемом но сессии неделю в новом контракте закрываем на минимуме что впринципе неплохо так ну давайте посмотрим еще он спор как там ситуация ух ты к нам сам обама спрашивается что с нефти делали арабы что ли не слушаются так но раз не слушаются арабы то скажите что там какие то террористы завелись надо спасать солдовского района так массив 65 66 с половиной это на фьючер вы помните да ключевой уровень сопротивления здесь также не пускает выше 63 это хорошо вот выделили и в новом ну как это спот но если брать по времени в новом контракте вот здесь достаточно три сессии хорошенько поторговали мы сейчас посмотрим на дельте что там произошло и закрывают на минимуме это 59 пробили даже вот этот уровень поддержки вот он такой небольшой конечно но три раза уже атаковали так поэтому возьмем вот 59 95 60 25 и диапазончик трех сессий вот эти вот 61 по 64 40 так такая загрузка была неплохая не аномальный конечно был объем но 3 сессии подряд ну вот если в общем брать 61 по 62 50 этот массив сейчас как номер один то есть он для нас как экватор если торгуемся ниже него есть шансы на снижение как только выходим выше экватора это 63 64 то с продажами могут быть трапы то есть это такой ориентирный диапазон массив так давайте посмотрим дельту на фьючей на споте сейчас значит на этой недельке у нас рублик агрессировал вот 50 тонн было 17 46 фактически столько же сразу в среду сегодня у нас тоже селлер 36 тонн вот в принципе агрессоры среда и пятница потому что вот байеры которые появились еще 17 числа и четверг не удержали свои уровни поэтому победа за 63 300 64 500 вот тут как раз агрессивно работали продавцы и по 62 сегодня у нас по фильтру уровень выделите так и по споту смотрите на споте мы смотрим дельту по тегдирик то есть маркировка бидаск идет по направлению тика маркировка идет непосредственно нашей программой на споте вторник среда вот такой вот произошел свой ссори это не тот спор в прошлом на тоже включил похожие тикеры смотрю что нет не те цифры что-то нет написал в в шестьсот шестьдесят в понедельник так дефицит меня вас на стороне байра будет четвергать сегодня конечно сто сорок четыре берем диапазончик и посмотрим что пятьдесят девять восемьдесят пять по шестьдесят шестьдесят один десять у нас есть три сайта неплохих сейчас смотрю линейку может что сейчас повысим чуть до тридцатки слишком слишком прошлись так ну вот такая вот схемка может быть составили печаток арбитражники в общем 6 7 8 5 60 40 таким ориентирным уровнем уже на понедельник так барабан график и делать конечно уровень активности как бы стандарт хотя были 2400 прошлом контракте сейчас вот порядка меньше двух миллионов не было ни одной сессии выше двух миллионов аномальных всплесков активности пока не обнаружил это спор за недельку выделим объемные активные массивы 60 05 60 40 так поддержку создавали 59 40 59 5 потом без колебаний грузили 60 50 60 95 и понедельник тоже особо не церемонились сразу же зашли вот плотненько 62 с половиной 10 и его диапазончик загрузки но прикидность была слабовата понятно здесь фонка накануне перед фонкой до загрузка соляров вот поэтому сегодня не пробили 60 70 вот посмотрим что будет 60 05 60 40 да да могут и так опрокинуть ну это финансовый рынок это беспощадная такая площадка выживают сильнейшие либо у кого денег больше в зависимости от ликвидности так на рубле мало объемчиков сейчас смотрю так 62 400 это 4 плюс пятница и по 62 там второе ядро первое ядро у нас разбросано ну вот можно взять 64 по 64 500 это второе ядро фактически там подняли плюс столик здесь стоянка перед фонкой там всех наказывали и вот загрузка соляров так и есть 62 62 660 по 62 820 ну вот как раз вот здесь надо было сегодня зайти кто зашел отлично вечерка посмело уйти ниже локального минимума который образовали в среду это неплохо в общем если понедельник вторник не уйдут выше 62 62 500 то есть шансы на продолжение начало контракта то есть было бы неплохо так евро ядро вот 142 по 129 выделим в качестве массива на сопротивление и такой интересный маневр конечно 07 вон он в новом контракте загрузили и 05 75 пока вот поставим маркер по покупателю по байерам пока вот торгуется намного выше данного массива здесь как раз и ликвидность была неплохая особенно 18 числа там и 19 15 полмиллиона 350 тонн такие были у нас по ликвиду вот полмиллиона как раз вот на пробитие минимума с тех пор ушли вниз и сегодня вернее на этой неделе мы индифицирован определили чтобы идентичный по уровню активности и объемности прошел сейчас поэтому 05 75 06 95 ориентирный диапазон это поддержка может быть посмотрим насколько сильно будет удерживать уровень ну вот эти сессии которые в марте в феврале снижение 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 могут дойти это штука начаться контракт могут просто откорректироваться потому что в прошлом контракте они валились беспощадно могут дойти до 1.12 1.13 потом еще пойти вниз дело может быть на коррекцию становиться ну здесь еще надо пробить 1.1 потому что объем здесь сформировали сходили до 1.1 поэтому могут приостановиться посмотрим но в любом случае приоритет 05.75 06.95 если будут удерживать активно поддерживать байры то есть шансы хотя бы сходить до ядра прошлого контракта дельта по агрессору на еврике вот такая где почти 10 тонн было в среду и 8.600 то есть сегодня нет функи сегодня нет каких-то сверх отчетов и 8.600 фактически уже добежали до уровня то есть скорее всего это и есть такой трингер сейчас посмотрим что на еврике грязноватая дельта даже по этих дирек тут вообще поровну по дельте на стороне байера четверг только вот был на сервере поэтому единственно вот у нас психанули минус 1300 0.88 как раз чуть не могут пробить возьмите на заметку следите чтоб пробили этот уровень в общем тут 1230 уже по дельте так что вот так вот ну топовая дельта на байт у нас 0.62 по 6.9 мы здесь как бы суммарно фактически и размещались поэтому уровень поддержки там но на всякий случай с евриком аккуратнее по м графика сразу открыть норм андит так ну уровень ликвидности открытого интереса по сравнению с прошлым контрактом на достаточно активном уровне для разворота это в принципе неплохо то есть у участников открытых позиций было бы немного то я бы не спешил с корректировкой там нет тут в принципе топливо появилось и уже сразу с первых дней контракта прошло 400 тонн и вот уже 455 неплохо то есть шансы есть так ну вот вся ликвидность пришлась конечно на этот сверх волатильный период 08 07 там дельта была на бай и сегодня тут же прошлись достаточно объемно то есть возьмите на заметочку торгуется сейчас у максимума недели вот у нас такой отпечаток 08 плюс-минус 30 тиков и ядро давайте даже заплатим 660 давайте 6 пускай будет повеселимся вот и 580 588 понедельник плюс торник плюс среда перед формкой ожидания это ядро недели и зашли это наверное был сброс снова заходит в общем если этот уровень не пробивает то вполне может быть восходящей динамикой как только уйдет ниже этой локации уже будет и под вопросом номер один массив сейчас в новом контракте это загрузка переход со старого на новый контракт перебрасывали сделки точно точно покупать уже не надо с двойник два раза тестировать будет 08 90 695 если будет если будет ну уровня я указал сведите так фунтик фунтик тоже такое устроил с характером старт нового контракта повышенная волатильность вот 47.95 тут фактически ядро нового контракта 47.20 последние две недели и уровень ликвидности по сравнению с другими фьючерсами которые мы сегодня смотрели как раз наоборот на достаточно таких хороших оборотах первое сопротивление с прошлого контракта 51.10 50.55 потрогали но не ушли выше ну по крайней мере пятница туда стремится причем уйдут выше данного диапазона то спрос хороший и уверенный ядро прошлого контракта это 50.55 по 52.50 здесь диапазон у нас как индикаторный то есть если новый контракт настроен идти выше им нужно пробить этот массив могут прийти в него здесь замешкаться и корректировка может произойти поэтому тут максимальное внимание что происходит ну и удержать нужно 47.20 47.95 это новый контракт так давайте сейчас по дельте глянем потому что участников у нас на фронте много на фронте на фронте на фронте идентично может быть покупки но на всякий случай смотрите что вы пробили 47.60 48.15 здесь чаще всего байера работали тут сняли стопорин ну в принципе вот такой вот сценариус и индекс доллара это новый контракт подошли к сотке и тут все объемы прошли практически весь диапазон просто проторгован объемом так теперь мы рисклики контрактов рисклики так те кто торгует валютные фьючерсы обратите внимание как встретили максимум ликвидно и даже чуть-чуть с сузить диапазон предлагаю вот на садить 85 100 запятая 65 и вот последние три сессии он не ел просто в моменте под фонку были даже на 94 85 как раз тут ядро прошлого контракта с советую выделить в моменте были даже то есть кто там продавал и кто там покупал это владельцы биржи известно так 97 с половиной это вот на максимуме кто то еще там тарил покупки поэтому тут уровень такой небольшой поддержки фактически на минимуме недели торгуется индекс если не учитывать вот этот аномальный какой то хвост но ликвидность очень повышена то есть такое было по активности когда ну нужно было пробить 92 вот здесь вы толкали котировку лучше пришлось немножко потрудиться им а здесь прямо со старта все напрыгнули поэтому вполне может быть разворотом следить может даже алерт поставить на 99 потом на 99 семьдесят до ядра прошло контракта недалеко осталось так это склейка а все единицы не пустили здесь вот плотненько проработали диапазончик и пошли 1 0 3 1 0 4 неделя тоже на макушке на максимуме ликвидность если брать чисто отвязки вот еврика то достаточно такая неплохая то есть уже самостоятельно когда вот особенно вот эти три сессии неплохо идут сопротивление по франку я бы выделил 1 0 49 1 0 55 и вот здесь еще две сессии неплохо проработали это уже второго уровня по приоритетности второго уровня сопротивление вот 0 38 0 42 вот такой вот франкиус ну вот поддержка номер один и вот уровень сопротивления нет нефть после нефти так это склейка поэтому тут сразу выделим давайте поставим на всякий случай сравнения состав трехмесячных контрактов то есть фьючерсов и ядро у нас тут 50 и 3 по 48 и 3 пускай обтрохненько это ядро за зиму были ниже 44 и даже пробовали срок рост рост идет такой агрессивный но желающих в нем участвовать похоже не так уж и много и не такие уж и объемы эти все покупки поэтому по этому по этому случаю ухо ухо вострова возможно возврат на срок четвертую посмотрим как тут будет удерживать цену нефтяники последний барьер 43 44 давайте посмотрим что там было еще на бренде тоже видите не супер напрыгнули на покупке достаточно не 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 а поэтому ложное может быть движение на рост на самом деле вот 48 2 50 5 возьмите даже не 55 чуть поплотнее 49 8 48 2 это ядро за зиму больше всего было и сопротивляшка у нас на 6175 по 62 вот она у нас массивность мы как раз между двумя огнями но вот этот рост идет не на стандартных я бы сказал так то что что вот на 48 49 на 66 что это это идея не так значит бренд а см а г форс 47 вот 4500 бросили на 54 4 активность была все 3.40 54 давайте сейчас сравним чуть ниже это все было дело и нулевая дельта сегодня хотя вот 18 3.800 она лайтсвит сейчас посмотрим здесь четыре 800 все три сессии первой нулевая четверг понятно тягали туда обратно котировку и сейчас вот уже на стороне вроде как был рост но дельта у нас нулевая похоже что обманывает обманывает поэтому по тегдиры то нас байер в основном тут работали 45 800 45 и 2 поэтому если будет ниже этого диапазона то по нефтянке похоже росту не будет в ближайшее время сейчас мы еще агрессора проверим так так ну тут понятно как обычно шахты безбожно и золота значит комикс 1160 1148 так и вот фактически модель заканчивалась уже на 163 1171 снова объемчик подросли ну режим ликвидности в норме то есть не аномально это и 1200 1210 все еще сопротивление вот ну там дальше уже аж до 1300 все эти массивы можете взять в качестве сопротивления если пойдем на 1200 1210 вполне может быть атака на пробитие вот ну уровень поддержки 1148 1160 и второго уровня 1171 1161 121 дельта вот у нас забежало 3 таких вот сейдеран 168 1170 в среду было 3 200 многостороннего И сегодня еще сохраняется 1500, и мы, в принципе, работаем сейчас на 1183, то есть, ну, на максимум недели. Так, совет здесь такой, 116080, 1170, могли так, как-то, селеры разместиться. Вот, и другой вариант, это после фонки скидывали покупочки, вот, набежала столько объемчиков, ну, как-то уж подозрительно, 1600, 1600, вот. Вот, поэтому, если золото какого-то интереса пойдет, на самом деле, ниже этого их локации, крупный селер вполне мог вернуть в плюсовую зону своей позиции. Так, по тотал, если вы обратили внимание, вот здесь вот проторговали неплохо, вот они, вот они, 1176 по 1171. Ну, в принципе, если нефть развернется, и начнет снижаться, то может и золото так же отреагировать. В общем, понедельник должен кровь износу удержать 1171, 1176. Вот, вот, диапазончик с учетом фиксации здесь. Сейчас Путик Директ еще проверим. Всяк случай. Тут, конечно, другая картина, более позитивная. 50 и 5 тонн и 5 тонн. И диапазон работы Байров как раз сохранился. Вот его и будет. Так, хотел показать вам еще... Да, где-то в начале апреля будет курс по разработке другой стратегии. Кому надо. Сейчас тут сниму лимиты. И так, у нас 10-летние банды вернулись на 129. Такая хорошая модель получается. Вот. И, в принципе, рост идет уже, наверное, с 9-го, 0-3-го. Без остановки фактически идут на 129-ю. И есть вполне шансы, что начнут формировать правое плечо. Вот в этом массиве примерно. 127, 16, 128, 14. И с него станут на север. То есть доформируется правое плечо. И у нас получится... Голова и пыль еще с точки зрения технического анализа. И потом надо 130-ю пробить. Вот. Идет рост по бандам и рост по индексам. Что с этим делать? Вот это уже думаете сами. Но мне это очень как-то не нравится. Так, уровень сопротивления вот здесь. На сегодня все. Всем хороших выходных. Попытного тренда. Будьте осторожны. До свидания. Пока. Встретимся на следующем обзоре.